Убранство личных комнат императрицы Марии Федоровны остается неизменным, согласно описи 1808 года. Каждый из этих интерьеров насыщен шедеврами, отмеченными во множестве искусствоведческих публикаций, но даже в этом ряду есть свои жемчужины. К таким относится редчайший образец русского декоративно-прикладного искусства, изготовленный на Петербургском императорском стекольном заводе в 1806 году по заказу Александра I в качестве подарка для матери. В коллекции русского музея сохранился проектный чертеж этого предмета Тамада Тамона. Столик был создан специально под умывальный набор, который был выполнен двумя годами раньше на том же заводе по проекту Андрея Воронихина. Мы учились, художники стекла, учились по этим предметам и всегда помнили, что вот этот вот стол Тамада Тамона и воронихинский умывальный набор, он всегда здесь стоял. После войны из эвакуации стол и умывальный набор вернулись в поврежденном состоянии. Первая реставрация носила антиаварийный характер, но не спасала памятник в долгосрочной перспективе. Как музей из пригородных дворцовых резиденций, Павловский дворец открылся первым уже в 1956 году. И вот на сегодняшний день у нас может быть больше даже проблем, чем у других музеев пригородных, да, что многие предметы требуют уже повторной реставрации. Вот именно все-таки и использование, другие были клеевые составы, другие материалы были, и поэтому, в общем-то, и в целях консервации мы сейчас вот ведем уже повторную реставрацию после войны. С 50-х годов столик Тамады Тамона не покидал туалетную Марии Федоровны, что было связано с большим риском. При демонтаже ножка из янтарного стекла распалась на несколько фрагментов, обнаружились повреждения на основании. Реставрация продолжалась около года. Зона утрат заполнялась специальным полимером, близким по цвету к стеклу. В работе с шедевром 19-го столетия мастера придерживались принципа обратимости. Если через сто лет придут реставраторы, которые смогут, может быть, стеклом это все отреставрировать, то они смогут это все аккуратно расклеить и сделать уже другую реставрацию. Навершие стола достаточно подвижно, что, согласно замыслу старых мастеров, должно было избавить стеклянную ножку от излишнего давления. Стороны восьмиугольной столешницы кажутся абсолютно одинаковыми, декор симметричным, на самом деле ни одна из деталей не повторяет друг друга. Стекло садится в металл только в одном положении, и старые мастера всегда ставили метки, потому что это была все ручная работа. Делалось вначале стекло, а потом к нему подгонялся металл. В России аналогов этому ансамблю нет, но в Вашингтонском музее стекла есть двойник Павловского шедевра, вывезенный из России в 20-е годы прошлого века, после приобретения неизвестным покупателем на одном из дворцовых аукционов. Для обзора посетителей стол Марии Федоровны будет доступен только с началом летнего сезона. Личные комнаты закрываются на масштабный ремонт. Алексей Алиферу, Георгий Фоменко, Вести, Павловск, Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова